Бася, у меня на столе уснул. Степа пришел. Пока вот Бася спит, кошки ходят. Единственное, что Степа приходит, кушает и старается уйти в подъезд. Но бывает, посидит, помоется, полежется и потихонечку задом-задом куда-нибудь уходит. А Люся прямо идет на Басика, гудит, рычит, прям свою территорию отвоевывает, пытается прогнать. Вот сейчас она все тут выступала, выступала, вот на ящике она сидела, все гудела, гудела, на него смотрела. И в итоге я ее в ту комнату во вторую отнесла, и она там спать, видимо, легла. А Бася спит у меня тут коврик от мышки, он его отвоевал, на мышке сначала спал, поймал, говорю, мышку. Я тут местечко освободила. Стол у меня рабочий, не обращайте внимания, но у нас вообще мебель старенькая. Вот тут с бедным Басей ко мне прижался. Я от солнышка штору закрыла, чтоб не сильно светило. И читаю комментарии ваши, как раз вы что написали на ролик насчет нашего Баси, как он у нас появился. Пока никто не предложил его взять, он так с нами. Ходит в горшок. Степа теперь вчера, сегодня пришел Степа с прогулки, первым делом пошел в горшок, понюхал, закопал за Басей. Мне сказал, что я не успела убрать. Он все следит, чтоб чистый горшок был. Поэтому мне приходится теперь чаще это делать. Вообще другие кошки-то уже на улицу ходят. Люся теперь гуляет тоже, со Степой. Они больше ходят в туалет на улице. А этот-то теперь в горшок. Теперь за ним смотри, не упади, а то свалишься. Сейчас грохнешься? Осторожно. Провись. Вот пока все новости. С улицы зашли. Люська напугала. Покажи, куда ты будешь прятаться спать. Куда ты собралась спать идти? Сейчас там туда на антресоле, на самой верхней залезет и спать ляжет. Магнету у Фаля Степа. То есть из холодильника смотрит. Все его напугали, разбудили. Первый удрал. Это думает, что делать. Здесь надо спать даже на антресолюх. А этот все. Степа. С подружками гуляем вдоль реки. Сейчас к озеру сходим. Хотели закат посмотреть, но солнце еще высоко. Вряд ли мы так долго тут работим. Девчонки фотографируются сейчас. Тут очень живописные места. Красивые. Птицы поют. Очень много мостиков, лодочек. Поэтому вид действительно красивый. Сначала не хотелось снимать с этими кошками. Чуть ли не в депрессию впала. Решила все-таки достать камеру. Смотрите, какое уютное местечко. Чистое, тихое. Уточки там плавали. Что, опять позируешь? Как всегда. Да. 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 Ветер сильный. Вряд ли будет. Слышно. Слышно. Зайчик. А? О, откликается. Зайчик сзади, а спереди совунья. Да. Два в одно. С кем ты себя ощущаешь больше? Зайчиком. Потому что уши по ветру хлопают. Ну ладно. Зайчик. Какая беседка. Такая беседка. Какая красивая. А с другой стороны. Продолжение следует... 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 Насчет объявлений. Двоим я отказала, звонили по объявлению. Одна женщина хотела маме в частный дом кота, чтобы приучить к улице, но я не разрешила, потому что кот домашний. И вообще британцы как бы не расположены к уличной жизни. Ну мало ли потеряется, он не выживет на улице. Плюс бабушка, если это пожилой человек, она не будет менять горшки. А эта порода настолько чистоплотная, что нужно, вот он только сделал маленькую нужду, если ты не успел вымыть горшок, то он рядышком с горшком сделает большую нужду. То есть он не будет церемониться, ждать, он никуда не нагадит, он будет это делать рядом с горшком. И вторая женщина звонила с Александрова, с другого города. Но она хотела, чтобы мы ей его привезли. Есть у нее дома уже шестилетняя кошка. И меня немножко напугало, что уже кошка есть в доме, мало ли, не понравится чего-нибудь. И плюс нам нужно самим везти в другой город, а это нет прямого пути. То есть нам нужно до ближайшей деревни, там 20 километров доехать, потом на электричке к ней. Но это неудобно. И сегодня был еще один звонок, вот я на него, конечно, рассчитываю. Москвич, мужчина семейный. Жена очень хочет британца. Мы на Юле давали объявление, вот он по Юле. Говорит, сейчас на работе, вечером еще раз позвоню. Он уже такие дельные вопросы задавал по поводу кота. Я ему все честно вроде рассказала, что даже может и мимо горшка, если вдруг что-то. Он говорит, ну это понятно. Объяснила, как он к нам попал. Говорит, отдельная квартира у них с женой хотят. Именно британцы, но так как эти коты очень дорогие, то цена немножко кусается, если покупать. И сказал, вечером позвонит, потому что так как он живет в Москве, это от нас 140 километров и сейчас на работе, то надо будет ему подумать, как за ним приехать. Но я тоже попросила, чтобы главное не оказался кот в подъезде или еще как-то. Он говорит, нет, нет, это категорически мы против такого поведения с животными. Так что мы сегодня ждем звонка по поводу Баси. А то мы к нему привыкаем, но прокормить троих я не могу, во-первых. Но самая главная причина, мне жалко Степана. Степа полностью живет на сундуке. Люся, она все-таки адаптируется немножко. Может быть и Степа адаптируется, но я собираюсь, например, на юг сейчас ехать. У меня мама просто не справится. Ну и плюс их прокормить, у них же дорогое питание-то. А втроем у меня сейчас пачки с кормом, вот особенно с жидким кормом, по 30 рублей каждая пачка, они летят просто в лед. В день бывает и две они съедают, и три бывает. И плюс еще и сухой корм для стерилизованных, он тоже не дешевый. Поэтому и наполнитель в горшки. То есть они не в пустые горшки ходят, а с наполнением специальным. И поэтому по моему кошельку, конечно, дорого. Три кота, это перебор для меня. Лючку я ни за какие деньги не отдам, она уже полностью моя, она спит со мной, она вообще за мной хвостиком ходит. Ну и я за ней тоже. Бася стал откликаться на имя. Я его если зову, он ко мне уже идет на Басю. Уже тоже ласковым становится. Давай я тебе мордочку покажу. Ну красивый кот, конечно. Чем больше он живет, тем дольше, тем больше привыкаем его. Это тяжело, конечно. Расставаться будет тяжело. Морда-то прямая у него, вот так он кушает. Сейчас Люся дождется и все у него тут уберет. Она молодец. Еду она подчищает полностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...